Здравствуйте, с вами я Ольга Витковская и финансовые новости от компании Инстафорекс. Вчера была опубликована бежевая книга – экономический обзор от Федеральной резервной системы США. Согласно содержавшейся в ней информации, в период с середины ноября 2012 года по 4 января 2013 года экономика США росла умеренными темпами, что связано с ростом продаж автомобилей и домов. При этом ситуация с безработицей лишь немного улучшается. Активность в производственном секторе оказалась неоднозначной. В сфере промышленного производства 6 округов продемонстрировали рост, 4 оказались в состоянии рецессии, а в двух округах ситуация почти не изменилась. В обзоре говорится о том, что условия на рынке труда, такие как и рост заработной платы, условия приема на работу практически не изменились. Компании откладывают найм новых работников из-за неопределенности в отношении финансового обрыва и потолка госдолга. Кроме того, во всех округах отмечается рост потребительских расходов. Продажи во время праздников оказались немного выше, чем в 2011 году. Однако они не дотянули до прогнозов. В отчете говорится, что потребители не торопятся тратить свои деньги на фоне продолжительной финансовой неопределенности. В «Бежевой книге» говорится, что в 11 из 12 округов был зафиксирован устойчивый рост продаж и цен на жилье. Кредитные стандарты в целом остались неизменными. Сектор энергетики и горнодобывающей промышленности по-прежнему остается достаточно сильным. Как будут развиваться события на этой неделе, вы узнаете вместе с компанией «Инстафорекс». До свидания.